Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я зачитываю книгу Стива МакКоннелла «Совершенный код». Ну и, как всегда, продолжаем предыдущую тему. Предыдущая тема у нас была «Защитное программирование», но сегодня мы идем дальше. И сегодня такие как подразделы будут «Изоляция, повреждения, вызванных ошибками», «Отладочные средства», ну и что там, куда мы там дойдем, не знаю, дойдем, не дойдем, но тут есть вот сейчас подглава такая, «Доля защитного программирования в промышленной версии». Так, так, ну для начала надо загрузиться, загрузиться и посмотреть, где я. Ага, я нахожусь, а, я вспомнил, там была пещера, меня туда этот не пускает. Говорит, 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 воин не пропустил. Не знаю, надо не забыть просто про эту пещеру, еще как-нибудь через время сюда зайти. Вот, вот этот штрих, что на этот раз. Чурка необразованная. Ой, сейчас. Необразованный он. Просто прохожу мимо. Короче, да, не пускает он меня туда. Ну да ладно, тогда пойдем, пойдем, выйдем, наверное, отсюда и пойдем бродить дальше. Но по-любому туда зайти можно, только как и что надо для этого сделать. Давайте я еще раз уточню. Никто не хочет уже ничего говорить. Может, а голова? А голова тоже молчит. Напоследок этот благодарим за помощь. Ну да, я же в прошлый раз этот не хочет говорить. Никто. Эй, стой, стой, стой. Нет, вряд ли. Добро пожаловать. Так, еще раз. Вот тут. С возвращением. Ну, все в порядке, так все в порядке. Значит, уходим с этой локации. И, как я говорил, надо не забыть. И все-таки зайти сюда еще раз. Может, со временем откроется. Ну, будет возможность зайти в ту пещеру. Возможно. Так, 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 так. Гигант, да. Ну, там вроде да, побольше. Ну, а, давайте на всякий случай попробую еще ночью. Поспать до полуночи. Может быть, ночью. Ночью что-то изменится. Может быть, он только ночью пропускает. Так, этих вроде бы не поменялось. Не поменялось. Так, сейчас еще раз подойдем к нему. Ну, хорошо, никто не хочет мусор. Ладно, все, валим отсюда, валим. Итак, продолжаем по книге. Изоляция повреждений. Изоляция повреждений, вызванных ошибками. Изоляция повреждений или баррикада. Эта стратегия сходна с тем, как изолируются отсеки в трюме корабля. Если корабль налетает на айсберг и в днище появляется пробоина, отсеки затраиваются и остальная часть корабля не страдает. Баррикады также аналогичны Брандмауэрам, предотвращающим распространение огня из одной части здания в другую. Ранее баррикады и назывались Брандмауэрами, но сейчас термин Брандмауэр обычно относится к блокировке нежелательного сетевого трафика. Один из способов изоляции в целях защитного программирования состоит в разработке набора интерфейсов в качестве оболочки для безопасных частей кода. Проверяйте корректность пересекающих границу безопасной области и реагируйте соответственно, если данные неправильны. Это имеется ввиду внешние какие-то классы, внешние объекты, то есть какие-то интерфейсы, графические интерфейсы и все такое. Так вот, и между ними и реальными классами есть такая прослойка проверочных классов. И каждый проверочный класс проверяет конкретно нужный набор данных из той области, за которую он отвечает. И дальше, если все хорошо, он уже вызывает внутренний класс, который целиком доверяет вот этому проверочному классу. Так, у него ничего нету, в пещерке тут ничего нету. О! Не, я пошел отсюда, тут эти вон, когти смерти. Да ну нафиг, вы че? Я пошутил. Да не шмаляй, ты зря. Ох и вика-то, давай, да-да-да, шмальнул, увидел, какая там толпа бежит и передумал. Ладно, валим отсюда. Тут же применим, этот же подход применим и на уровне класса. Открытые методы класса предполагают, что данные небезопасны и отвечают за их проверку и исправление. Если данные были проверены открытыми методами класса, закрытые методы могут считать данные безопасными. Ну, как бы по логике так оно и есть. То есть, зачем в закрытых членах класса делать какие-то проверки, если это все можно сделать в открытых членах класса, ну, данных или функциях. Ну, например, у нас может быть, если мы пишем, создаем класс интерфейс для работы с файлом, то у нас может быть открытый метод open и закрытый там open, можно как-то назвать private или подчеркивание, без разницы. Так вот, у нас это в открытом методе мы можем проверить, существует ли файл, ну, если мы его открываем для записи. Также можно проверить путь, корректный он, некорректный. Можно сделать еще какие-то проверки. А вот в закрытой функции, в закрытом методе уже просто брать и открывать, уже полностью доверяя входным данным. То есть, уже зная, что имя файла было проверено и файл на данный момент уже существует. Этот подход можно представить и такой аналогией. Данные стерилизуются, прежде чем войти в операционную. Все, что находится в ней, считается безопасным. Ключевой вопрос проектирования, решить, что должно быть в операционной, и что должно остаться снаружи, и где быть дверям. Иначе говоря, какие методы поместить внутри безопасной зоны, какие снаружи, а какие будут проверять данные. Простейший способ, это проверка внешних данных по мере их поступления. Но информацию часто необходимо проверять, неоднократно, на нескольких уровнях. Поэтому иногда требуется многоуровневая стерилизация. Преобразовывайте входные данные к нужному типу в момент ввода. Данные на входе обычно представлены в форме строки или числа. Иногда значение соответствует булевому типу, например, да или нет. Иногда перечислимому, например, color red, color green и color blue. Сохранение данных неопределенного типа в течение неизвестного периода времени усложняет программу. И увеличивает шансы, что кто-нибудь может вывести программу из строя, указав «Да» в качестве цвета. Преобразуйте входные данные в надлежащую форму, как можно раньше. Связь между баррикадами и утверждениями. Применение баррикад делает отчетливым различие между утверждениями и обработкой обшибок. Методы с внешней стороны баррикады должны использовать обработчики ошибок, поскольку небезопасно делать любые предположения о данных. Методы внутри баррикады должны использовать утверждения, так как данные, переданные им, считаются проверенными при прохождении баррикады. Если один из методов внутри баррикады обнаруживает некорректные данные, это следует считать ошибкой в программе, а не в данных. Использование баррикад также иллюстрирует значимость принятия решения об обработке ошибок на уровне архитектуры. Решение, какой код находится внутри, а какой снаружи, принимается на уровне архитектуры. Не понял, отчего я выпил пляху с противоядием. Что, еще одно надо выпить? Ого! Вот это они меня наотравляли. Я так понимаю, в такие пещеры всегда можно заходить. Так? А сколько мне уровня... Ого! 610, нормально. 25 тысяч, нормально. О, тут скорпиончики. Можно с ними потягаться, только у меня уже этих нет. Буду с пистолета стрелять. Хотя с пистолета... Давай, Викс! Лупаших! Молодец, красавчик! Так, 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 подползай. Сейчас из близка. На, тебе. Убил. Пойдем дальше. Интересно, тут что-то можно найти интересное? На, тебе. О, валит как. Конечно, пистолет-то неплохой. С таким стволом-то. Ну, как можно было промазать вы этого? Это ж перед тобой. Наверное, центнер живого веса. Ого, сколько их тут. Ну, надо, надо валить, потому что надо сейчас опыт получать. Я не могу ни в этом городке шахтеров, ничего, никакой квест взять, так как Шериф говорит, ты мамал-то еще. Блин, патронов нету. Это плохо. Надо мне найти пушку, для которой есть патроны. Наверное, тогда вот это возьму. Подожди-ка. Не, подожди-ка, подожди-ка, какие патроны сюда? Магнум. Вот же Магнум. Как это нет патронов? Не хочет перезаряжать. Может быть, не те патроны? Может быть, разрядить? А, да, это не те патроны были. Вот. А сюда какие? А сюда 223, вот они, да? Ну, нормально, все, вроде бы заряжен. И так, что у нас идет дальше? У нас идут дальше отладочные средства. А что-то они все побоялись. Смотрите, они начали убегать. Может, они... А, блин, они заманивали. Типа, мы все испугались, собрались в одну кучу, и там меня поджидают. Конечно. Так, Вик, давай, давай, стреляй, стреляй. Ну, тоже нормально. Да, надо будет патронов прикупить, потому что я их сейчас расстреляю. Вот, падла. Итак, ладно, отладочные средства. Еще один ключевой аспект защитного программирования, это отладка, способная стать могучим союзником в быстром обнаружении ошибок. Не применяйте ограничения промышленной версии к отладочной версии автоматически. Что это означает? Известным заблуждением программистов является предположение, что ограничения промышленной версии относятся и ко времени разработки. Промышленная версия должна работать быстро. Отладочная версия может себе позволить работать медленно. Промышленная версия должна быть экономна к ресурсам. Промышленная версия, точнее отладочная версия, может быть расточительной. Промышленная версия не должна позволять пользователю делать опасные действия. Отладочная может предоставлять дополнительные возможности без риска нарушить безопасность. Одна программа Стива МакКоннелла интенсивно использовала четырехсвязный список. Код этого списка содержал ошибки и иногда список мог повреждаться. И Стив МакКоннелл добавил пункт меню для проверки целостности связанного списка. То есть в отладочной версии там был еще дополнительный пункт меню, по которому Стив проверял целостность. В коммерческой же версии или промышленной конечно же этого уже не было. В отладочном режиме Microsoft Word содержит код, в который в момент простоя каждые несколько секунд проверяет целостность объекта Document. Это помогает быстро обнаруживать повреждения данных, что упрощает диагностику ошибок. Будьте готовы поступиться скоростью и ресурсоемкостью во время разработки в обмен на встроенные средства, позволяющие процессу разработки продвигаться более гладко. Чего-то он не помирает. Да елки-палкивают. Сейчас наверное опять меня на отравляют, что нужно будет ящик где-то подкупить. Этих полезных бутылочек. Так, так, так. Давайте добьем уже всех остальных. Помер. Молодец. Внедрите поддержку отладки как можно раньше. Чем раньше вы добавите отладочные средства, тем больше не помогут. Обычно вы не добавляете отладочную информацию, пока несколько раз не столкнетесь с проблемой. Если же вы внедрите поддержку отладки после первого раза или перенесете ее из предыдущего проекта, она будет помогать вам на протяжении всей работы. Вроде бы все. Ну, имеется ввиду, вроде я всех убил. Но до сих пор отравлен. С патронами напряг. Да, реально напряг с патронами. И ничего интересного, я так понимаю, здесь не найду опыта. 26. Сколько получается? Где-то полторы тысячи осталось. До нового уровня. Хорошо, что у нас по карте. А, вон еще какая-то. А, вот еще, да, есть. Вот еще есть. Блин, а патронов-то у меня мало. Есть мне эти отравления, их можно, конечно, и кулаками валить. Но, опа, опять они, смотрите, группируются. Интересно, это бах? Или это реально так задумано? О, теперь они собираются. На тебе. Ого, крепкий парень. Да, елки-палки, да, сейчас она отравляет меня. Главное не помереть, когда я буду идти в пустоши где-то от этого отравления. Красавчик, Вик. Нормалек. Давай, давай, оползи. Так, ой-ой-ой, опасное сближение. Валим. На, раз, два, промазали, да? Вот Вик мудила убежал опять. С близка он, видимо, не научен стрелять. И отбегает. О! Патрончиков-то нет уже. На тебе. Вик, давай, лупаш, лупаш. Тормоз какой-то. Итак, 620 очков. Нормально. Смотрите, 800 очков. Да, были бы патрончики. То можно было бы, конечно же. Конечно же. Да, я думаю, сейчас что-то походим. Встретим еще каких-то скорпионов. Попробую себе вылечить первую помощь, что ли. И что? Немного лучше, но все равно получаю урон от яда. Плохо, плохо, товарищи. Ладно. Сохранимся и пойдем дальше. Получается, можно в пещеры такие заходить и там кого-то видеть. Ну, когти смерти, конечно же, рано еще. Ну да ладно. Так, идем дальше по книге. Используйте наступательное программирование. Исключительные ситуации должны обрабатываться так, чтобы во время разработки они были очевидны, а в промышленном коде позволяли продолжать работу. Майкл Ховард и Дэвид Леблан назвали этот подход наступательным программированием. Допустим, у вас есть оператор Кейз, который, как вы ожидаете, будет обрабатывать только 5 видов событий. Во время разработки Вариант по умолчанию нужно использовать для генерации предупреждения. Эй, здесь еще один вариант. Исправьте программу. Однако, в промышленной версии реакция в этом случае должна быть более вежливой. Например, можно сделать запись в журнал ошибок. Вот некоторые приемы наступательного программирования. Убедитесь, что утверждение Завершает работу программы. Нельзя, чтобы у программистов вошло в привычку просто нажимать клавишу Enter для пропуска уже известной проблемы. Сделайте проблему достаточно мучительной, чтобы ее исправили. Заполняйте любую выделенную память, чтобы можно было обнаружить ошибки выделения памяти. Заполняйте все файлы и потоки, чтобы выявить ошибки файловых форматов. Убедитесь, что при попадании в ветви Default или Else всех операторов кейс, программа прекращает работу, или еще как-то заставляет обратить на это внимание. Заполняйте объекты мусором перед самым их удалением. Настройте программу на отправку вам журнала в ошибок по электронной почте, чтобы видеть, какие ошибки происходят в рабочем программном обеспечении, если, конечно, это можно сделать в ваших программах. Иногда нападение – лучшая защита. Чем жестче требования во время разработки, тем проще эксплуатация программы. Что-то Вик тупит, походу. Он вроде не… А, у него, наверное, тоже патроны закончились. О, блин, что делать? О, на тебе! Кстати, можно же прикупить патронов для этого и стрелять с этого, не обязательно же с пистолета. У пистолета дальность просто меньше. Ну, потому что это пистолет. А тот же ствол длиннее, значит… И дальность получше. Ай, надо опять куда-то по мазинам шариться. Да, если бы здесь такой блокнотик был бы с координатами, чтобы помечать. Там патроны такие-то у того продаются, такие-то у того, то было бы, конечно, круто. Короче, завалили, смотрите, гетку. Всех этих… Ну, как их назвать? Туземцев, не знаю там. Всех убили. А, один погнался за Виком. Вот, падла, Вик в меня попал. Прикиньте. Мудила косоглазая. На тебя. О, у меня отравление. Вик опять меня попал. Да что ж ты делаешь? Придурок. Ёлки-палки. Надо уйти с линии огня. Ну, тут да, тут походу еще просчитывается. Все-таки линия огня какая-то есть. Дебилоида кусок. Вот это дебил. Ничего себе. Эти гетка. Давай, вали этого Вика. У меня стреляют. А, ну. Давай, давай, вали, вали его. Хотя, что валить? Вик, ну а что… Странный он какой-то. Когда надо, он… Он убегает, а когда… Не, когда надо, он не убегает, наоборот. А когда надо, он стоит. Вот сейчас убежал. А что мешало убежать раньше? Надо с линии огня уйти. На тебе. Блин, они такие жесткие. Да что ты будешь делать, тяжело раненый. На тебе. Тяжело ранен до сих пор. Сейчас Вик в меня попадет. Жаврил, дебил. Наверное, вот этим полечусь. Выбора-то особого нету. А, Вик, Вик, что ж ты натворил? И до уровня совсем чуть-чуть осталось. А, нет, не совсем, но 4… 330. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Че, мы тут ничего не найдем? Ящики. О, коробочка. Ух ты! Гранаты. Откуда у туземцев гранаты? Отжать вряд ли они у кого-то могли. У них оружия даже нету. О, а это кто? Это, наверное… А, это траппер. Ну, в принципе, ладно, нормально. Так, с патронами напряг. Еще есть, но их немного. Так, ладно. Запланируйте удаление отладочных средств. Если вы пишете код для себя, возможно, было бы хорошо оставить всю отладочную информацию в программе. Но в коде для коммерческого использования требования к скорости и размеру, скорее всего, этого не допустят. Разрешите заранее, как избежать постоянного перетаскивания отладочного кода в программу. И из нее. И дальше будут показаны несколько способов, как это сделать. Так, пока я начну это зачитывать, мне надо разобраться, где караван, а где бандиты. Потому что бандиты напали на караван. Да, что вы делаете? Это кто? А это кто? Это грабитель. Значит, его можно валить. Хорошо. Это… Грабитель. Начальник каравана. Путешественник. Ого! Тут очень много этих грабителей. Давай, красавчик-охранник. Молотом долбанул. Ну, его, походу, сейчас завалят. Ну, до одного он. Ого! Тут еще все нормально. В принципе, есть шансы. Вот, падла Вика попала. Ну, в принципе… В принципе… Что, в принципе, в меня он тоже попал. Блин, фигово. Хотя, возможно, я тут уровень возьму. Поэтому… Так, это кто у нас? Это… Грабитель. Грабитель. На тебе. Красавчик-охранник. Не понял. Это уже не очень хорошо. Не очень хорошо то, что всех повалили. А, вот еще. Есть надежда, что этот охранник все-таки… Все-таки… Кого-то добьет. Давай, давай, держись, держись. Ммм… Блин, блин, блин. Опять очков действия. И чё? О, красавчик. Вот этот охранник каравана вообще жесткий. Судя по всему, женщина какая-то. Она перевалила уже тут половина охран… Ну, половина грабителей. Надеюсь, останется жива. На тебе. Есть. Хотя у меня много симуляторов. В принципе, если ее завалят, то было бы неплохо. Я бы… По карманчикам прошарился. И… Почистил бы ее. Та ты шо? Держи. Надо отойти, потому что сейчас это промажет. А, нет. Или ВИК промажет, как всегда. Держи. Так, промахнулся. Так, ладно. Чё у нас там дальше? Для контроля версии и сборки программы… Сейчас. Пять сек. Чё-то… Чё-то не нравится. Говорит, боссу не нравится. Но дело в том, что твой босс уже мертвый. Вот. Так, пофиг, блин. Начинаем. Как-то я столько не подумал. Вик, иди сюда. Вик это у меня будет… Что значит торговать? Торговать. Вик это у меня будет как скотина, которая будет носить… Вьючное животное. Что ему это всё закину, пусть носит. Обмен. Так, что ему ещё закинуть? Вот это наркалыги. И… Надеюсь, он… Под шумок… Не уколется. Это швик, он же видите… Криво стреляет, убегает. Так, ладно, быстро-быстро надо прошариться по всем карманчикам. Так, для контроля… Ух ты блин, что это такое? Круто. Так, что я там хотел? Для контроля версии и сборки программы используйте инструменты Ant и Make. Средства контроля версии позволяют создавать варианты программы из одних и тех же исходных файлов. А инструменты для сборки позволяют вам настроить включение отладочного кода в режиме разработки и его исключения в коммерческой версии. Если в вашей программе, в программной среде есть препроцессор, такой, как, например, в языке C++, вы можете добавлять или удалять отладочный код простым изменением параметра компиляции. Препроцессор можно задействовать непосредственно, а можно писать макросы, работающие с его определением. Ну, то есть препроцессор можно объявить, сделать define debug и в коде, и в debug, то мы пишем там именно отладочный код. Дальше, когда все отладили, закомментировали этот define и у нас этот код включен в промышленную версию не будет. Какому босса? Она, походу, долбанулась. Ну, наверное, да, у нее еще шок, босса нету там, босса убили, мертвая она, все. Ой, 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 вот же еще можно. Блин, тут так неудобно, когда они все в куче свалены, вот эти трупы. Неудобно, вот смотрите, двоих еще нашел. Неудобно по карманам шариться. Так, ладно, что я тут накалидовал? Два десерта, два мешочка. Ух ты, это что, шило? Вот это прикольно. Что это, что за 225 патрончики, а ну-ка. Ага, не, подождите, урон, 15-25, а тут, не, давайте я его возьму. А это мы сейчас разрядим. Вот. Это что за патроны? Это не то. И зарядим вот это. Да что ты будешь делать? Я просто посмотрел на оружие. На тебе, если ты хочешь. Ну, я не хотел воевать, но она что-то долбанулась. Уже все, походу. Ну, давай, Вик, Вик, помогай. Че он бегает? Туда-сюда. О, это проблемка. Патронов нет. Буду кулаками добить. Раз, два, три. Щух. А Вик такой, типа, помогает. Типа, бегает туда-сюда. Думает, я дурачок и не вижу, что он ничего не делает. Нет патронов, подойди там камнем сзади, брось. Не знаю, палкой какой-нибудь. Он, стула стоит. Возьми стулом, долбани. Я потерял 10 дискармин. Блин. Давайте я загружусь бы, ну его нафиг. Не хотелось бы. Сейчас в Нидюрино приду, это караван оттуда. Как они, как они узнают, я не знаю. Так, еще раз. Где-то тут еще были, да? Я сейчас еще раз прошарюсь тут. Потому что я не все еще забрал. Вот так вот. Просто не буду вытягивать пистолет. Не, вроде все забрало. Хотя мне казалось два вот этих. Да и игла, Desert Eagle. Хотя нет, вон молот есть. Ладно. Пойдем отсюда. Сколько мне опыта? Еще 140, да? Сохраним. Ну и пойдем туда. Пойдем я сейчас в палаточку загляну. Что это в палаточке? В палаточке ничего нету. Так, а что у нас тут дальше? Дальше, дальше. Ну дальше тут такие примеры кода. С использованием вот этих вот директив при процессорах. Приводить я их не буду. Ну так как код зачитывать это глуповато. Но в данном случае. Но в любом случае, я думаю, вы поняли, что что нужно использовать отладочные средства. То есть, среды разработки, в которые вы пишете. И че? Разбойники. Ну попробуем сохраниться. Кстати, убежать будет проблематично. У Вика по ходу патронов нет. Значит, будем пробовать отбиваться. Красавчик, Вик. Ну блин. Не, нафиг. Вика убили, а у него там вещи. Вещи. Блин, что делать? Вот это я попал. Да, реально попался. Дайте. Заразился. Вообще убили со старта. Я погибли. Я знаю, что погибли. Блин, вот эта ситуация. Вот это проблемка. Попробуем спетлять через лес. Вик, да не стреляй ты, но мы с ними не справимся. Ай-яй-яй-яй-яй, Вика сейчас завалят. Да не, да херня. Так, ладно. Пока я тут буду пытаться что-то сделать, идем дальше. Один из, доля защитного программирования в промышленной версии. Так, сейчас загрузимся. Один из парадоксов защитного программирования состоит в том, что во время разработки вы бы хотели, чтобы ошибка была заметной. Лучше пусть она надоедает, чем будет существовать риск ее пропустить. Но во время эксплуатации вы бы предпочли, чтобы ошибка была как можно более ненавязчивой. Чтобы программа могла элегантно продолжить или прекратить работу. Ну и дальше будут перечислены основные принципы для определения, какие инструменты защитного программирования следует оставить в промышленной версии, а какие убрать. убрать. А какие убрать? Я в такую ловушку попал, что ребятки даже не знаю. Даже не знаю. Это разве что разве что что блин, мне бы как-то с этим Виком торгануть что ли? Потому что Вик ну вот он убегает ну и как я с ним торганул дебил я бы ему дал стимуляторов парочку ну вот что делать о чем делать ой блин у меня же граната была а я этого граната Вику отдал куда бежать там когти смерти тоже не очень приятно ну валят сразу это жесть вот вы погибли я знаю что я погиб так ладно оставьте код который проверяет существенные ошибки решите какие части программам могут содержать скрытые ошибки а какие нет скажем разрабатывая электронную таблицу вы можете скрывать ошибки касающиеся обновления экрана так как в худшем случае это приведет к неправильному изображению а вот в вычислительном модуле скрытых ошибок быть не должно поскольку такие ошибки могут привести к неверным расчетам в электронной таблице большинство пользователей предпочтут помучиться с некорректным выводом на экран чем с неправильным расчетом налогов и аудитом налоговой службы так удалите код проверяющий незначительные ошибки если последствия ошибки действительно незначительные удалите код который и и проверяет в нашем примере вы могли бы удалить код проверяющий обновление электронной обновление экрана электронной таблицы при этом удалить значит не физически убрать код но использовать управление версиями переключатели компилятора или другую технологию для компиляции программы без этого кода если занимаемое место несущественно проверочный код можно оставить но настроив для не навязчивой записи сообщений в журнал ошибок удалите код приводящий к прекращению работы программы как было уже сказано если на стадии разработки ваша программа обнаруживает ошибку ее надо сделать по позаметнее чтобы ее могли исправить часто наилучшим действием при выявлении ошибки будет печать диагностического сообщения и прекращение работы это полезно даже для незначительных ошибок во время эксплуатации пользователям нужна возможность сохранения своей работы прежде чем программа рухнет и поэтому они вероятно будут согласны терпеть небольшие отклонения в обмен на поддержание работоспособности программы на достаточное для сохранения время пользователи не приветствуют ни ведь ничего что приводит к потере результатов их работы независимо от того насколько это помогает отладке и в конце концов улучшает качество продукта если ваша программа содержит отладочный код способный привести к потере данных уберите его из промышленной версии так надо 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 его полечиться но чтобы он смог полечиться так заберу к я пару гранат кстати это тоже заберу не патроны у него есть давай ему вот это отдам полечиться чем ему полечиться давай ему вот это дам пусть закинется больной чему еще дать ну наверное парочку стимулятора так так глава шоу сейчас эти когти не не согрались обмен говорить тебе надо полечиться как это ты пытаешься дурачок лишь я же тебе дал сколько у них 37 защитная а у него и так было задать так бежать ух ты оставаться рядом со мной стимуляторы при легких ранениях атаковать самого слабого дистанция рядом со мной оружие стрелковое затем холодно бежать бежать типа тогда когда ты плохо себя чувствуешь да или когда легкая вот так очередь иногда не волнуйся что заденешь меня офигеть я с этим не согласен так 37 жизни уровень 0 чё тут уровень даже может да не знал но лечись лечись я почти в порядке нам ух ты круто да походу он о 57 ну-ка стимулятор остались у него или нет нет стимулятор он все съел если бы на рыбу еще поел бы было бы хорошо ну да ладно блин тут когти смерти давай сюда давай быстро 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 сюда 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 ай-яй-яй блин не знаю наверно тут тоже сохранюсь но по другое сохранение и теперь мы сейчас выбежим раз промазал хорошо давай сюда сюда беги за мной ну пока недалеко блин они наискосок бегут хотят перерезать путь сохранилась хочу делать такой ситуации вот скажите мне там когти смерти тут эти беспредельщики на как выйти не знаю когти смерти я не завалю их тут много блин надеяться что ну а на что тут надеяться не на что надеяться так ладно на чем я там остановился я уже забыл на чем не остановился эта ситуация дурацкая надо с него как-то выйти а я вообще не могу даже пробежать они мне валят еще вылетела игра ну тогда на сегодня все тогда в следующий раз мы продолжим и продолжим я с этой ситуации как-то сейчас справлюсь надеюсь то есть все таки убегу и в следующий раз продолжим продолжим обсуждать долю защитного программирования на промышленной версии ну и дальше там по книге поэтому всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки комментируем и все такое всем пока